Начинаем бой! Всем приходящим без зла, желаю только добра! С вами Шаман, канал Шаман БЛР. Сегодня у нас бой на Чифтейне, игрока Кунишер. Значит, то, что я увидел, господа, в результатах боя, меня, собственно, исподвигло посмотреть этот реплей. Ожидается просто эпик. Сам бой я не видел. Я записываю с первого дубля. Я всегда записываю с первого дубля. Поэтому вместе с вами, так сказать, в формате реакции, давайте же вместе посмотрим. Я думаю, тут будет ох, как интересно. Ну что ж, я всегда считал, что на этой карте это карта Перевал, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Карта Перевал. Сейчас-сейчас-сейчас про Перевал. Сейчас-сейчас про Перевал. Перевал. I love this game. Plus-minus 25%. Я всегда считал, что на этой карте ездить на ледник. такое себе занятие плюс 277 еще пожалуйста в такую противную позицию ему виднее игроку всегда виднее я так думаю он так, кто то по другому почему то не прошло не то что не прошло пробитие, не попал не попал он в кронвагон, все правильно был выцелил, не попал, у него видимо я тут проморгал была инфа что ВЗ вражеский разряжен, поэтому он решает пропустить дальше, пройти вперед правильное решение выясняется, что не получает вот про то что я и говорил, там 277 леопард вражеский сзади, не получает это хорошо решает выцеливать уже добротненько на верочку, игроков какого уровня хороших игроков отличает качество стрельбы именно не абы как, да, тяп-ляп пил-пил там, залетит не залетит залетит, не залетит даже выцеливая вот, смотрите, он все правильно делает наконец-то фугасы фугасы, гарантированный дэмэдж без всяких подколок гарантированный дэмэдж 156 гарантированно урона нанес вражеский тебе все вражеский кранвагон, видимо, со словами я манал уже сдался проходит вперед знаете, почему проходит вперед мое мнение? сейчас скажу доберет, не доберет, доберет не доберет, ну ладно дабы союзники не перекрывали прострелы играет на передней линии чтобы было удобнее выцеливать и стрелять чтобы никто не мешал вы знаете зашибись пока что он получил минимальное количество урона игрок вообще минимальное в данной сложившейся ситуации вы посмотрите 5600 уже урона сам настрелял повезло повезло это хорошо в кого будет стрелять? в того, кто пожирнее на урон вы понимаете? но 6 тысяч урона 6 тысяч урона бой еще только начался уже 6 тысяч урона уже 6 ты не пробил ну как ты будешь не пробил? ну что ты будешь делать? он разворачивался к нему кормой-то в надежде что пробьет добьет и не получит но он и так не получил опять же это очень повезло что сейчас не получил урон так подождите дайте перевести дух 5 минут боя прошло всего лишь 6 360 урона и он решает вернуться правильно ли это? правильно ли то что он возвращает ой 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 повезло в каком плане повезло оказался в рельефе и от башни благополучненько добирает это тоже повезло не получил урон хорошо хорошо пока все хорошо вы знаете есть хп минус минус 2000 по хп если счетчик этот не врет да хп у игрока есть хп у игрока есть я почему вот так вот как бы сейчас может создаться впечатление торможу я размышляю о том что он делает он решил вернуться обычно такие игроки играют на урон урон вроде как с другой стороны вроде как то есть игроки которые играют на урон у них в приоритете урон победа это так уже а почему так уже потому что если будет урон будет и победа так что у нас здесь ой 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 у нас здесь мышка наружка маус вражеский маус замечательно вражеский маус замечательно все делает для того чтобы подарить урон нашему игроку так подождите что-то непонятно кто где кто 140 а почему он раньше не помогал и что теперь делать тихо 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 так маус там пока он медленный решает разобраться со 140 140 помогает собственно спасибо ему большое гарантированный дэмэдж опять же я не успеваю комментировать 51 гарантированно дэмэдж нанес вражеский маус нашему игроку я немножко не пойму что они делают почему у мауса были варианты еще один 51 еще один гарантированный урон 51 2 по 51 и того 102 леопард да что ты будешь делать там добирать мауса потом заниматься леопардом мое мнение такое правило что стволом водить так один против пяти по идее он был в какой-то момент уже один против четырех леопард шотный однозначно на него однозначно на него а почему они не помогли маусу раньше мауса были варианты зачем он цеплялся за этот круг я приехал базу брать бойтесь меня или чё не понимаю почему они раньше не помогли хопа а вот это уже подарок а это подарок и это поняли на фугасик на фугасик перезарядился сейчас тоже фугасик заряжается а все почему а потому а потому что фугасы у него да хорошо что прошло пробитие кстати у леопарда могло и не пройти снарядов то мало господа снарядов то уже гораздо меньше чем хотелось бы а пункта пополнения боекомплекта нигде на картах в этой игре нет кстати могли бы нет такая механика вряд ли будет востребована по идее да поэтому это я так дабы заполнить паузу бухчу что проходит в голову ну и опять же дабы заполнить паузу могу рассказать о погоде могу рассказать о погоде если вас интересует какая погода 20 градусов тени почему в тени потому что идет дождь и небосвод закрыт облаками и тучками поэтому 20 градусов тени опа 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 не выстрелил почему потому что снарядов реально мало снарядов реально мало их нужно экономить и сейчас он уже не может себе позволить обыстрелить на на обум поэтому нужно выцеливать ну что вы понимаете я вам скажу надо бы его добрать с одной стороны с другой стороны нет информации по Е4 если Е4 вдруг в самый неподходящий момент вырулит справа откуда даже слева да откуда угодно то для Е4 при пробитии наш герой шотный поэтому собственно и вот эти танцы на горе так ну его как-то хочется надо его добирать надо добирать один против двух один против двух 11 тысяч урона так это уже это уже хороший и замечательный бой при любом дальнейшем раскладе даже при поражении это уже замечательный бой господа ну что ж ну что ж там тоже аккуратнее человек не хочет поставляться может быть проверить справа может быть справа посмотреть может там Е4 посмотреть где Е4 дать самому себе информацию ситуация такая хочется выиграть игрок очень близок ай хорошо вот это подвезло но были ни пробития ни попадания а сейчас это уже повезло очень спорный выстрел такой скорее должно было не пройти пробитие но оно прошло так что же делает вражеский ВЗ вражеский ВЗ либо ждет Е4 либо просто не хочет сливаться дабы не слиться Юнити это Кламбур да решает проверить решает проверить проверяет Е4 нет видимо проверяет для того чтобы дальше тут как-то более рискованно сыграть так хм 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 что же делать что же делать да ты что да ты что вот это подарок вот это подарок ладно это подарок 6 фрагов 6 фрагов почти 12 тысяч урона и почти 4 минуты времени что делать мм делать что то делать делать что хм хм интересно получается да кстати господа пока пауза я забыл то собственно что надо напоминать про лайки господа и если вам нравится подобный контент про подписки и т.д. и т.п. вот так что напомнил напомнил я напомнил напомнил да лайки лайки помогают лайки очень помогают все очень помогает любая активность лайки комментарии подписки все очень помогает спасибо кто это делает так потому что на предыдущем видосе такая активность я даже не ожидал я сравниваю по своей аналитике своего канала очень хорошая активность подписки там очень это это в это вдохновляет для дальнейшего так сказать творчество для дальнейшего создания контента ну что две с половиной минуты две с половиной минуты чё делать-то а да теперь хочется уже дотащить потому что шансы просто очень неплохие выиграть выиграть очень хочется я его прекрасно понимаю но с другой стороны бой уже замечательный даже если будет поражение даже если будет поражение это уже очень хороший замечательный бой поэтому он видимо и решает рискнуть решает рискнуть то правильно на мой взгляд правильно вот потому что может быть там и хп меньше у этого и 4 потому что только в кругу отрисовки работает счетчик корректно посмотрим базу взять он уже не успевает базу взять он не успевает базу взять не успевает да и разобраться с 997 хп будет не так просто если 4 правильно как-то займет хорошую правильную позицию нету странно вот странно что нету честно говорю нет может другой страны ждет следника ждет может и не да ты шо да ты шо а ты понимаешь фадина хочет и и не выстрелил я бы выстрелил вот честно говорю я бы только увидел красную иконку и увидел тем более что кормой стоит сразу бы нашел на гашетку фадина хочет ну смотри братан у нас в игре плюс минус 25 понимаешь тут такое дело что фадина может и не получиться может получиться величайший конфуз на один величайших конфузов в игре я думаю такие были ну-ка давайте же поздравляю поздравляю с очень хорошим замечательным боем игрока пунишер я представляю какая буря эмоций его сейчас охватила положительных позитивных ух восторг он просто в восторге я уверен классный бой это лайк смотрим результаты боя лучший бой в истории танков написал сам пунишер я его понимаю написал на эмоциях может быть он и не лучший бой в истории танков но однозначно замечательный классный бой это лайк 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 ну что ж фадин колобанов стальная стена основной калибр воин 75 процентов пробитий нормально нормально поначалу не летела но хорошо дорогое удовольствие но кто будет считать эти копейки с таким боем да ты шо это все ничего не значит такой классный бой ребята ну что тут сказать бой действительно классный бой действительно хороший поздравляю еще раз игрока всем спасибо за внимание всем приходящим без зла желаю только добра до новых встреч в эфире всем пока всем до свидания